МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 7 сентября 1944 года. 1174-й день войны. Сегодня в Польше, в ходе боёв юго-западнее города Ломжа, наши войска заняли более 10 населённых пунктов, в том числе сёла Тарнова, Алдаки, Житулы. Уничтожено 800 солдат и офицеров противника, захвачено 14 орудий, 30 пулемётов и склад с боеприпасами. В Румынии войсками Красной Армии освобождены города Рымнику-Вылча, Карабия, Тырну, Мегурели. 2-й украинский фронт Трансильвания. Наши войска продолжают наступление. 6-я танковая армия движется к перевалам Турну-Рошу и Вулкан. Около полудня наши авангарды преодолели Турну-Рошу, прошли Сибию и ударили на венгерские войска. Группа армий Южная Украина генерал Фриснер, оценив обстановку, отдал приказ немедленно начать отступление 6-й и 8-й немецких армий, а также 2-й венгерской, чтобы закрепиться и организовать оборону на рубеже Трансильванских Альп. Москва. Ставка приказала 2-му украинскому фронту приложить все усилия, чтобы сломить сопротивление неприятеля на рубеже Трансильванских Альп, выйти в северную часть венгерской равнины и приблизиться к восточной Словакии с юга. При Московском педагогическом институте имени Ленина организуются высшие специализированные курсы. Они будут готовить квалифицированных преподавателей педагогики и психологии. На курсы принимаются учителя со стажем работы не менее 3-х лет. Молодежь Тульской области провела воскресник по вывозу зерна из колхозов на государственные склады. В нем приняли участие более 30 тысяч комсомольцев. За этот день в хранилище они доставили около 5 тысяч тонн зерна.